Врачи объясняют, болезнь можно победить в том случае, если выявить ее на ранней стадии и сразу приступить к лечению. Вот поэтому и проводятся дни открытых дверей, когда все без исключения приглашают на флюорографическое обследование. Элементарный снимок покажет, есть ли проблема, а врачи помогут ее решить. Два человека из 58 пришли сегодня в противотуберкулезный диспансер не зря. Вот я вам показываю патологию. Это диссеминированный туберкулез легких, фаза инфильтрации и распады. Врачи напоминают, туберкулез может протекать абсолютно скрытно. В прошлом году в Сочи у 110 человек выявлен активный туберкулез. Вообще на 100 тысяч человек 22 больных. Есть заболевшие и среди детей. Цифры, конечно, другие, чем, например, в 2015 году. На 40% выявленных больных меньше. И умирать от туберкулеза стали в два раза реже. А прогноз медиков в 30-м году вообще его победить. Пока же поможет только своевременное и ежегодное обследование. Единственный метод выявления туберкулеза у детей, это у детей с 0 до 7 лет, это реакция МОНТУ. Старше детям проводится новое исследование, диазкин-тест, который позволяет сразу выявить инфицированность туберкулезом или нет. Туберкулез бывает не только в легких, но туберкулез может поражать и все остальные органы, кроме ногтей и волос, органов зрения, органов половых, и почек, и печени, и кожи, и костей, и суставов. Неправильно считать, что туберкулез – это болезнь исключительно о социальной части населения. Недуг может подкосить любого, например, человек имеет хороший иммунитет, но пережил стресс, а потому может резко заболеть. Конечно, врачи говорят и о новых противотуберкулезных препаратах, которые хорошо помогают, но есть и пациенты, которые имеют лекарственную устойчивость, тогда им бороться с болезнью сложнее. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.